Предприятие «Чувашавтодор» признано банкротом. Сейчас там введена процедура конкурсного управления. В «Чувашавтодоре» работает 810 человек. Все они находятся под угрозой увольнения. Предприятие может вообще прекратить работы. У «Чувашавтодора» огромные долги, невыполненные контракты. Сегодня в Доме правительства обсуждали пути выхода из сложной экономической ситуации. Ситуация начала ухудшаться в 2014 году. Банки, долгое время кредитовавшие предприятия, закрыли кредитные линии и потребовали выплаты. Всего «Чувашавтодор» выплатил банкам около миллиарда рублей при рентабельности 10-15 миллионов. Соответственно, стали уменьшаться активы и оборотные средства. За последние полгода запчасти не закупались. То есть техника стоит. Начиная с февраля, марта, апреля месяца, просроченная на технику, техника стоит хорошая. На нее просто элементарно не закупалась даже страховка. Нет ОСАГО. То есть техника стоит, работать на ней можно, но невозможно. Она не может выехать. Все финансовые средства, которые поступали, они направлялись только на погашение заработной платы. В феврале стало понятно, что предприятие не сможет нормально функционировать. Мы выходили и велись переговоры с основными кредиторами. Это банки Сбербанк, ВТБ, Металл-инвестбанк и Юникредит. К соглашению в конечном счете общими не пришли. Каждый банк занял свою позицию. В целом у предприятий были контракты на два с лишним миллиарда рублей. Были заказы, строительство дорог в этнопоселении Яс, на парке 500-летие Чебоксар, ремонт мостов, строительство проспекта Айги. Но работы так и не были выполнены, а средства пришлось вернуть в федеральный бюджет. Общая сумма долга сейчас почти миллиард. Сорваны работы на сумму 570 миллионов рублей. Пока действуют контракты по 11 объектам, в том числе по ремонту межмуниципальных и республиканских дорог. К сожалению, здесь, наверное, может быть и нам более жестче надо было контролировать предприятие. Может быть, раньше нужно было вводить процедуру наблюдения и конкурсную, может быть, более внимательно следил. Но все-таки руководство предприятия решало какие-то свои краткосрочные такие цели. Как показано потом, и аудит конкурсного управляющего, и аудит, проведенный за последние два года вообще баланса предприятия, что там были, ну, так скажем, нарушения или там неправильные учеты. Вице-премьер правительства Михаил Резникова говорит, что основную задачу в минувшую зиму содержание дорог предприятие выполнило. Затем был назначен новый генеральный директор, который отказался от небольших контрактов. Арбитражный суд принял решение о переводе 80 процентов средств основному кредитору. В итоге вся выручка предприятия уходила на погашение кредиторской задолженности. После введения конкурсного производства началось расторжение договоров. Представитель Сбербанка Владислав Гольцев говорит, что долгое время шли на встречу руководству предприятия, заключили мировое соглашение, но его условия не соблюдались. Поэтому кредитная организация просит разрешения у правительства Чувашии до 6 июня продать свои долги по договору цессии новому инвестору за 230 миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас теряется время, которое необходимо для расторжения договоров и заключения новых контрактов. Сейчас необходимо провести сверку выполненных ранее работ, чтобы дебиторы Чуваш-Автодора вернули ему средства. Пока только четыре муниципалитета сверили акты работы, остальные пытаются провести взаимозачеты. Конкурсные управляющие заверяют, что такие сделки будут решаться в судах. А если это допустить, то строительство, ремонт и реконструкция дорог Чуваш-Автодора в республике может и не начаться. А 800 сотрудников предприятия вынуждены будут искать новую работу. Подводя итоги совещания, Михаил Игнатьев подчеркнул, что основной задачей является обеспечение безопасности дорожного движения, завершение в кратчайшие сроки ямочного ремонта. И отметил, что органы власти должны защищать интересы людей и государства, а не идти на поводу интересов бизнеса и банков. Этиана Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.